Чрезвычайная ситуация не застанет расплох представителей всех задействованных в ликвидации ее последствий служб, если они находятся в состоянии высокой готовности. А для того, чтобы добиться этого, и проводятся командно-штабные учения, которые приближены к реальным действиям. Мы побывали на краевых учениях, которые прошли в Славянском районе. Достижение слаженности в работе, определение наиболее совершенных путей и способов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, улучшение взаимодействия. Все эти задачи, как правило, ставятся перед участниками командно-штабных учений. Учения прошли с органами управлениями и силами территориальной подсистемы Краснодарского края, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По замыслу краевых учений, в результате проливных дождей и увеличения сброса воды из Краснодарского водохранилища произошло подтопление населенных пунктов. На аэродроме Славянска-на-Кубани были развернуты оперативные штабы муниципалитетов со всего края. В ходе учений проверялась готовность органов управления муниципальных звеньев, задействованных сил и средств к выполнению задач при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Сегодня с вами мы собрались для того, чтобы отработать порядок взаимодействия и реагирования нашей региональной системы РСЧС на различного рода чрезвычайные ситуации межмуниципального и регионального характера. Мы не раз уже с вами проходили такие сложные ситуации, начиная с 2008 года. Положительность себя охарактеризовала наша совместная работа – это привлечение всех муниципальных образований к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Краснодарском крае. Глава Славянского района Роман Синеговский доложил о выполнении намеченных мероприятий в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета. Источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории района являются опасные природные явления или процессы, такие как наводнения, сильный ветер, сильные атмосферные осадки, природные пожары, кололётные явления и обледенения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера связаны в основном с возможными авариями на коммунально-энергетических сетях и объектах, также на транспорте. Роман Синеговский рассказал обо всех силах и средствах, которые будут применяться, и о действиях, предпринимаемых по устранению чрезвычайной ситуации. Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко и министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергей Штриков провели смотр личного состава и готовности рабочих мест оперативных штабов, проверили наличие документации, автономных источников энергоснабжения, теплоснабжения и средств связи. В штабе города и района было все необходимое для работы. Прежде всего, это хорошая оргтехника и средства связи. Здесь руководители основных организаций, на базе которых созданы аварийно-спасательные формирования, а также главные инженеры, то есть руководящий состав, который может принимать управленческие решения, реагировать на обстоятельства и управлять своими силами и средствами. Подготовка муниципалитета к проведению краевых учений заслужила высокую оценку руководства Кубани. Галини хочу всех поблагодарить за работу. На самом деле, рынок очень высокий организационный уровень. И я хочу сказать, что год от года работа или координация улучшается. У нас мы выходим на новый уровень организации взаимодействия, потому что проведение таких учений нам помогает выявить дочеты, добавить что-то в нашу работу. На втором этапе командно-штабных учений проводилась демонстрация необходимых сил и средств. Были отработаны действия по спасению людей на воде. Особенно впечатлила всех работа спасателя с помощью вертолета Ми-8. Оперативно и слаженно действовали пожарные, которые ликвидировали очаг возгорания. Кроме того, участники учений спасали тонущих в воде с привлечением плавсредств, переправляли людей с одного берега реки на другой с помощью веревочной переправы. Было проведено также задержание вооруженных мародеров силами спецподразделений Росгвардии. На совещании подводились итоги командно-штабных учений. Были отмечены как достоинства, так и недоработки муниципалитетов, которые нуждаются в улучшении этой важной и нужной работы. Мы все видели, вы не увидели, как развелся штабы, ваши коллеги муниципальных образований. И чему есть у вас лучший проект, вы увидите все сами. Многим есть к чему стремиться, есть над чем работать. Немаловажный факт, это работа на тех комиссиях, которые на сегодняшний день нас предусмотрят, это привезли к чрезвычайной ситуации. От их подготовки, от их профессионализма еще по-разному зависит. Первый этап был организован по осмотру пунктов управления муниципальных образований. В лучшую сторону хотелось бы отметить Славянский район, муниципальное образование, город Краснодар. Вместе с этим есть те муниципальные образования, которым необходимо продолжить работу в этом направлении. Второй этап учений, команда штабных учений состоялся на территории города Славянска. На втором этапе производилась демонстрация сил и средств территориальной функциональной подсистемы. Считаю, что все силы и средства, которые были задействованы в данных учениях, справились с поставленной задачей. Для того, чтобы быть во всеоружии и при необходимости противостоять возможным чрезвычайным ситуациям, нужно иметь соответствующие органы управления сил и средства. Все это есть и в крае, и в нашем муниципалитете. И вся работа должна быть направлена на то, чтобы кубанцы всегда чувствовали себя в безопасности. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...